Игорь Николаевич, четырьмя словами. Тренер, братарь. Трудоголик. Терпение. Это главное слово для него. Второе, опять же, терпение. И третье тоже терпение. Трудолюбивый, терпеливый и настойчивый. Добрый, ответственный и целеустремленный. Трудолюбивый, целеустремленный. Добрый. Блин, сложно сказать какая-нибудь главная фишка. Побольше работать, поменьше отдыхать. Главная фишка как тренера могу сказать. Чем больше, тем лучше. Он любит все проецировать на то время, когда он играл и тренировался. Ну и приводить примеры из того времени. Любит работать с молодыми не просто как тренер и игрок, да, а вот он относится более с душой, с теплотой. Постоянно работать. Это его, наверное, закон, а не фишка. Он всех одинаково любит. Ко всем относится хорошо. Любимых Хмельков Дима. Нет, нет, Богдан. Богдан Черкаченко. Он так переходит, то с Хмелькова, то на Алехина, я думаю. Хмельков и Алехин. Да, это в кавычках. А еще можно кин или добавить? Алексей Вишал. У Игоря Николаевича Владислав Куляш. Очень любил, ценил. Раньше знаю, когда он чисто тренером по вратарям был. Любимым у него была эта звезда вратарская и отбить в полу шпагате. Лесенка. Просто бегает, наверное. Не знаю, может прыжки. Какие-нибудь, жабки. Он любит это все. Не футбол. У него все, наверное, любимые упражнения. Там, где подольше и побольше. Любимая фраза. Не, ну понимаешь. Вторая любимая фраза. Смотрим в будущее, надо потерпеть. Такой чрезмерно слишком отдается работе. Вот. Фанатич на грани фанатизма. Вот это можно было немного уменьшить. Я думаю, было бы получше. Ну, наверное, хочется, чтобы он больше улыбался. Может быть, хотелось бы, чтобы Игорь Николаевич чуть-чуть больше проводил времени со своей семьей, а не с нами иногда. Когда мы, наверное, играем 6 на 7, я считаю, это такое жесткое решение. Я даже не знаю. Не было каких-то, ну, может, я не отложил из моей памяти каких-то прям радикальных решений его. Может, потому что их не было прям таких радикальных. Ну, он был на тренировках, на играх, он часто жесткий. Ну, в этом деле только так и надо, наверное. Ну, мне рассказывали, когда Игорь Николаевич показывал, как штангу делать и ахилл порвал. Я не знаю, можно это вообще пропускать или нет. Ну, у меня есть одна, но ее нельзя рассказывать. Терпению научился однозначно. Ну, может быть, чуть-чуть больше хладнокровия добавилось. Терпение. Терпению все говорят. И я соглашусь с этим. Характер какой-то дал, я думаю. И целеустремленности, наверное. Мудрости. Спокойствия. Проявлять характер, наверное, научил Игоря Николаевича. Особенно последние два года. Особенно меня. Если б не Игорь Николаевич, не вообще тренерский штаб СКА и руководство, я бы, наверное, не давал здесь, не говорил какие-то слова здесь сейчас. Успехов на его нелегком пути рабочем. Побольше успехов, побольше достижений. Еще больше терпения. Позитива побольше, улыбок и благополучия в семье. И терпения, особенно с нами. Крепкого здоровья, удачи. Здоровья ему, в частности, всей его семье. Чтобы игроки, в которых он очень сильно верит, молодежь, выросли и показали, что Игорь Николаевич не зря в них вложил столько труда и усилий. А также любви и настроения вам, Игорь Николаевич.